Факт. Я сейчас увидел одну судьбу интересную, хочу вам о ней рассказать. Один молодой человек, так получилось, что у него очень тяжелая семейная судьба, ему суждено одиночество из-за того, что он бросил в прошлом, даже в этой жизни уже еще и в прошлом, бросал своего близкого человека. Но он начал слушать лекции серьезно и начал работу над собой, начал молиться. И в тот момент, когда жена бросила его, она начала общаться с другим человеком, то у него было мало шансов вообще что-либо сохранить. И любые усилия, которые он совершал, они как будто в пустоту шли, потому что судьба очень тяжелая. Ну то есть 90% что он остается один и только 10% что он может как-то выкарабкаться из этой ситуации. И он продолжал свою молитву, свою работу. И наступил такой интересный момент, что жена согласилась жить с ним вместе. Жена, которая уже не живет с ним, она общается с другим мужчиной, она его выставила из дома. А теперь она согласилась с ним жить вместе в одном доме, в разных комнатах, и у них еще общий ребенок. И человек подошел ко мне и спрашивает, что будет дальше. А дальше будет только победа. Нет никаких вариантов, чтобы было что-то другое дальше. Потому что если человек этим путем идет, у него нет поражений. Потому что этот путь означает только одну вещь. Люди в этом мире, они всегда выполняют только волю нашей судьбы. А если ты свою судьбу побеждаешь, никто не сможет что-то сделать с этим. Никто не сможет воспрепятствовать твоей победе. Нет таких сил у людей, чтобы разрушить твою победу. Если ты в своем сердце сражаешься за судьбу и судьбу, идешь вперед. Даже если этот путь длинный, даже если он тяжелый, все равно это путь к победе, а не назад. Не может она его второй раз выгнать, если он прощения просит, молится, если он по-доброму себя ведет. Нет такой силы в сердце человека, чтобы она препятствовала силе благодарности. Если мы чувствуем благодарность от кого-то, ее невозможно забыть. Невозможно вытащить из своего сердца. Кто из вас может не чувствовать благодарность, когда она приходит в сердце? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот в сердце идет благодарность, а вы, нет, я не благодарный. Можете так? Невозможно. Она все равно туда зайдет. Зло не может победить того, кто творит добро. Вопрос только в том, что такое добро. Добро означает, что ты получил возможность верить, верить. Человек должен учиться жить не для себя. Когда человек переключается на других людей, живет для других, заботится обо всех, он занимает свое естественное положение души. Означает, что так жить интереснее, правильнее, приятнее, лучше, здоровее и так далее. Ну, то есть, так жить хорошо, когда ты делаешь что-то для других, так жить хорошо. В это время приходит счастье в жизни человека. Но, чтобы переключиться на других, нужна сила. Человек не может своими силами взять от себя отказаться. Понимаете, мы здесь нуждающиеся. Мы каждую секунду дышим, нуждаемся в воздухе, нуждаемся в пище. Мы нуждаемся во сне, нуждаемся в близком человеке, в детях, в квартире, в работе. Мы очень во многом нуждаемся. И эта нужда заставляет нас думать о себе каждую секунду. Но если человек способен понять, как действует сила веры, и он способен переключиться с помощью возвышенной какой-то личности, способен переключиться с себя на святость другого человека, то веды объясняют, в это время судьба отступает. Что такое судьба? Это сила времени, действующая внутри. Она действует, потому что мы так заслужили. В прошлом мы совершали какие-то поступки, и сейчас получаем точно ответ на них. Конечно, вы не сможете это понять на 100%, просто из моих слов. Я вам сейчас расскажу, чем я занимаюсь, как бы, не то, что потому что я лучший, а просто я этим занимаюсь. Я сейчас расскажу, это важный момент. Важно, чтобы понять, когда приходит знание о том, что все не просто так. И когда оно по-другому может прийти. Не обязательно иметь вот эти все возможности, способности. Когда мне больно, когда у меня наступает какой-то тяжелый период, я занимаюсь следующим. Я включаю голос духовного наставника. Начинаю вместе с ним молитву. Настраиваюсь на события. Ну, не то, что я о нем думаю. Просто я имею его в виду. Я чувствую, что оно есть. Но думаю о наставнике, кланяюсь ему, желаю ему служить. То есть в это время я отвлекаюсь от своей судьбы. Я настраиваюсь на его судьбу и хочу быть полезным в его жизни. Жить для него, а не для себя. В это время, когда я так настраиваюсь, моя судьба начинает таять. Но, ну вот это имеется в виду плохое событие. Но мне важно не это. Я все свои силы отдаю, чтобы заглянуть в прошлое, в свое. И я нахожу это событие в своем сердце. Я реально чувствую, что в прошлом я это делал. То, что сейчас меня мучает от другого человека. Что в прошлом я это узнаю в себе на 100%. Я чувствую, что точно это я делал. Как, допустим, вы можете вспомнить. Да, я ездил отдыхать в такой-то город. Это называется память. Она может сконтактировать с прошлым. Но есть такие вещи, которые мы совсем забыли и неожиданно вспоминаем. Да? Бывает же такое, что мы совсем что-то забыли, и потом раз, о, вспомнила. Знаете, точно так же можно вспомнить и что-то происходящее в своей прошлой жизни. Не в этой. Некоторые что-то делают. О, это уже у меня было в жизни. Ну, вспоминают, вроде в этой не было. А когда же это все было? Поднимите руку, у кого так в жизни случалось. Видите? Это вы из прошлой жизни что-то вспомнили, из прошлой жизни. Но когда человек молится, почему мы не можем помнить свои прошлые жизни? Потому что мы недостойны этого. Время закрывает у нас эту память. Мы недостойны. Ну, представьте, если мы будем помнить все, что мы там натворили. Это же дополнительный объем работы в сердце. Нам бы с тем справиться, что вот сейчас на нас катится. Если человек не справляется с тем, что ему время сейчас дает, он не может помнить ни о чем. У него совесть не работает. Он не может вспомнить, что плохого он сделал в прошлом. Ему на настоящее не хватает сил. И таких людей называют бессовестными. Что значит бессовесть? Ну, у него не хватает возможности внутренней со всем справиться, раскаяться там и так далее. Очистить себя от прошлых поступков. Ну, не хватает сил просто. И все. И он выбирает какую-то другую жизнь. Он не обращает сильно внимания на то, что он вытворяет. Потому что у него нет знания, как жить сердцем. Он не знает, какими силами можно пользоваться, чтобы победить судьбу. И даже само слово «пользоваться» здесь не подходит. Слово «пользоваться» не подходит. Это означает не пользоваться, а служить. Только служение дает возможность объединиться с какой-то силой, побеждающей судьбу. Если я чем-то пользуюсь, мне не поможет. Я должен служить. Сама возможность служить старшему, она тоже включается через старшего. Потому что он всегда служит. Он живет не для себя. Это квалификация старшего. Если вы нашли какого-то старшего, он все время что-то хочет от вас, то это не старший. Старший – это слуга. Он всегда служит, заботится. И так этот мужчина, он смог идти потихоньку вперед. И когда ему сказал, сколько еще идти, его сердце пошатнулось. Но потом оно встало на место. Только точно чувствуя прошлое событие, человек может смело идти вперед, зная, что он наказан за что-то. Но есть еще один способ смело идти вперед. Это поверить старшему, что ты точно всегда наказан за что-то. Этого достаточно просто верить в это, чтобы идти смело вперед, не имея полного знания о том, что ты там натворил. Знайте, что в момент раскаяния, когда вы раскаетесь в чем-то. Допустим, вас муж бросил, и вы молитесь просто, раскаиваетесь, что вы, наверное, что-то не так ему сделали. Знайте, что во время этого раскаяния придет время, и вы точно узнаете, что вы не так сделали. Точно будете знать, почему человек уходит. Может быть, вы сделали это в этой жизни, в этих отношениях, а может быть, в прошлом, неизвестно. Человек не обязательно будет наказан за то, что он сейчас сделал. Он также бывает наказан и за прошлые поступки. Вы сразу спросите меня, а почему мы должны быть наказаны за прошлые поступки? Это опять наш выбор. Вот представьте, человек, допустим, что-то своровал, да? И какое у него чувство в сердце возникает? Он думает, ой-ой-ой, нет-нет-нет, я не хочу, чтобы все узнали, что я своровал, не хочу. Это удовлетворяется желанием, светодушой. На кон ставится благочестие человека. Человек добрые дела какие-то совершал, эти добрые дела идут на то, чтобы никто не узнал, что он своровал. Другими словами, ответ судьбы переходит в будущее. В будущее. Наказание все равно придет, но оно отодвигается в результате наших добрых дел. Теперь возникает вопрос, а кто из вас готов прямо сейчас отвечать за все, что вы набедокурили? Вот прямо сейчас. Кто из вас готов? Нет-нет, Олега Геннадьевича, нет. Вот поэтому мы отвечаем за прошлое, что мы не готовы за настоящее отвечать. Понимаете, о чем я говорю? Потому что это в сердце решается. Если человек говорит, я готов отвечать за то, что я хочу, хорошо, иди и скажи правду, что ты своровал. О, нет-нет, так не готов. Хорошо, тогда тебе Бог скажет правду через какое-то время. Он тебя накажет. У тебя кто-то что-то сворует, просто точно так известно. Вы скажете, а ты, Олег Геннадьевич, сам-то готов? Дзинь, не всегда. Когда хорошо помолился, в какой-то степени готов. А когда нет, то сердце слабенькое все равно. Не хочет отвечать за все. Ничего страшного. Это все меняется с течением жизни. Мы становимся сильнее душой со временем. ко мне подошла одна девушка, говорит, я молюсь, у меня как бы семья разрушается. Ну, что-то она продолжает разрушаться, Олег Геннадьевич. Я говорю, а сколько вы молитесь-то в день? Она говорит, полчаса. Вот сейчас это был разговор. А полчаса, это как раз от 15 минут до 30. Это примерно такая работа души, которая необходима просто для того, чтобы почувствовать облегчение. Чтобы настроение лучше стало. И человек, понимаете, люди в большинстве своем, они не хотят счастья. Они хотят, чтобы чуть-чуть получше стало, и все. Они, у них нет вот желания настоящего счастья, глубокого нет. Они даже в него не верят. Вот чуть-чуть лучше стало, все, молитва заканчивается. Потому что полчаса проходит, и дальше-то надо уже не просто успокоение, а дальше надо над судьбой трудиться, а дальше уже через полчаса молиться уже не хочется. Хочется уже заняться чем-то другим, потому что через полчаса другая фаза молитвы наступает. Надо уже с сердцем трудиться со своим, понимаете, а не хочется, хочется просто, чтобы счастье само приходило в жизнь. Алло, как у тебя дела? У меня хорошо. И у меня хорошо. Ну хорошо. Вот такое состояние сознания, вид, называют сном души. Душа спит в это время. Хорошо, хорошо. Она спит в это время, душа. Душа обязана трудиться. Что значит труд души? Есть два вида труда души. Вынужденный труд души или добровольный. Когда человек начинает страдать, у него вынужденный труд души. А когда человек сам включается в молитву, то это добровольный труд души. знайте, что у человека никогда не хватит сил на добровольный труд души без помощи старшего. А помощь старшего возможно только в том случае, если ты полюбил его за его характер, за его качество. Вот тогда жизнь человека меняется. Происходит перелом судьбы. И у меня есть одна помощница. Вы слышали много раз ее голос. Она ведет веда радио. Есть такое интернет радио, веда радио. И это наш проект. Там лекции идут, музыка духовная всякая. И люди, которые, вот у них надоело, им сплетни слушать, они слушают вот это. Это рекламная пауза была. Честно говорю, рекламная пауза. Но я не с этой целью как бы об этом сказал. Я говорю об этой девушке. Она, эта девушка, необычный человек. Она занимается духовной практикой. И она, у нее откровения иногда приходят. И она пишет песни. Не могу сказать, что все песни меня очень сильно вдохновляют ее, хотя они очень хорошие все. Но эта песня меня вдохновляет очень сильно. Очень сильно. Сейчас вы узнаете почему. Потому что она раскрывает суть тех отношений со старшим, которые побеждают судьбу. И сейчас, в этом случае, в этой ситуации, она является носителем этого знания для вас, которое даст вам возможность побеждать судьбу на полную катушку. Но вы должны понять, какая цена для этого. Мы с вами услышали веру, которая дает здоровье. Это вера в природу. Она дает здоровье. Еще раз вам об этом напоминаю. Мы услышали веру, которая дает силу в отношениях, победу над судьбой в отношениях, которая дает верность. Верность – это уникальное свойство, которое можно перенять только от верного человека. Который так живет, можно от него это получить, свойство верности. Мы услышали. Марк Бернецк вел об этом. Он сам воевал и знает, что такое верность. А сейчас мы услышим от носителя информации, от носителя веры. Услышим, что такое вера в старшего, которая дает возможность получить могущество в молитве и побеждать свою судьбу. Готовы слышать? Тогда настройтесь, сядьте прямо. Настройтесь на слушание. Впустите в свое сердце знания. Впустите. Не стесняйтесь. Это не будет как-то плохо. Вы почувствуете счастье от этого. Слушайте. Это уникальное состояние. Я получил его в своей жизни где-то 20 лет назад. Встретил святого человека и начал думать о нем постоянно, слушать постоянно его лекции. Постоянно кланяться его изображению. Я начал наблюдать, потому что я исследователь по природе. Я начал наблюдать, как меняется моя судьба в это время. Потому что в это время уже пришло счастье. Внутри уже пришло счастье просто от того, что ты начал чувствовать святость в человеке. Это уже дает полное удовлетворение. Озеро сердца наполняется. Все, что происходит вокруг, события с тобой, они уже не так сильно волнуют. Я начал наблюдать за этими событиями. Начал смотреть, что происходит в жизни. Жизнь начала очень быстро меняться. Но это были подарки всей судьбы. Потому что потом наступило время. Оно наступило где-то начиная лет 7 назад. Когда Господь передо мной ставил реальные, даже не 7, а где-то лет 8, реальные ставил трудности в моей судьбе. Прямо перед меня лицом, прямо в тяжелейшей ситуации жизни окунал. И мне приходилось от года до нескольких месяцев молиться, молиться и молиться. Иногда эта молитва доходила до 8 часов в день. Но я никогда не помню, чтобы я не чувствовал победу над судьбой в конце этой молитвы. Я не мог себе позволить закончить ее. Если у меня не было времени, я потом искал это время. То есть я не могу себе позволить чувствовать, что я проигрываю в жизни. Это неправильный вообще способ жить. Потому что победа наступает только в сердце. Нет смысла куда-то бежать, кому-то что-то объяснять, доказывать. Это все происходит само собой. Все меняется в отношениях само собой. Эта женщина сама пригласила с ребенком, сказала, живи с нами. Хотя она выгнала его из дома и продолжает встречаться с другим человеком. Но она сказала человеку, живи с нами. Почему? Потому что молитва его дала победу. Человек не может не сказать то, что он должен сказать. Мы все являемся орудием в руках судьбы. Мы не знаем об этом ничего. Я изучаю эти вопросы. Разок мы повздорили с женой. И мне было важно не доказывать ей, что я прав. Я же Олег Геннадьевич, я вообще лекции читаю. Она мне тоже говорит, ну послушай сам свою лекцию. Ты там об этом говоришь, зачем так делать вообще. Лекция такая-то, минута такая-то. Вообще непонятно, почему так себя ведешь. Это двойные стандарты. Ты людям одно говоришь, а делаешь другое. Только в близких отношениях можно по-настоящему, можно много чего говорить, но вот именно в отношениях по-настоящему ты можешь понять, насколько ты понимаешь сам эту тему, которую ты обсуждаешь. Ну в это время я не хотел ей доказать, что я хороший. У меня не было в этом потребности. У меня была другая потребность. Я хотел понять, она ли это меня ругает, или может быть моя судьба как-то меня ругает. Вы знаете, в этом мире есть божественные силы, которые влияют на нас. Мы даже об этом ничего не знаем часто. Но в этот момент я об этом узнал, потому что я захотел узнать. Я перестал реагировать на ее неприязнь по отношению ко мне. И начал настраиваться на ее психику, входить в нее глубоко и пытаться подняться выше и понять. Я начал молиться в сердце. Это все в доле секунды происходило. Я начал молиться в сердце и пытаться понять, кто побуждает ее к этому поступку. И там, где-то высоко, во внутреннем небе, я увидел божественную личность, такую женщину, которая строго очень смотрела на меня. И она хотела меня наказать в это время. Я увидел другую личность, которая влияла на сознание моей жены. И от этой личности шла такая сила, что я понял, что правильно меня наказывать. Это супер, это классно, потому что я там что-то не то сделал. Я даже не стал добиваться в сознании понимания, что я там раньше не то сделал. Я просто ей поверил. Я просто в долю секунды сказал, «Спасибо тебе, уважаемая госпожа, что ты меня мучаешь. Для меня это очень сейчас ценно и важно, получить от тебя вот эти уроки. Я принял ее уроки». И в это время она там, на небе, она так отмякла. Она перестала так вот строго на меня смотреть. Она так снисходительнее стала чуть-чуть. Но я не об этом сейчас говорю. Не об этом. Я хочу вам сказать о другом. В этот момент лицо моей жены поменялось. И она начала смотреть на меня точно такими же глазами, как та на небе. Когда близкий человек нас мучает, у него в сердце есть твердая убежденность о том, что тебе положено сейчас страдать. И мы не сможем ему доказать, что он неправ. Не сможем. И мы сами точно так же делаем много раз в жизни. Но при этом не считаем, что мы делаем что-то плохое. Часто мы даже не знаем, как мы мучаем близких людей, потому что у нас по-разному психика работает. Например, женщина не знает часто, что она мучает мужчину просто эмоциями. Женщина, ну да я тебя вообще не трогаю. Женщина мучает мужчину просто эмоциями. Она говорит, пойдем я тебе кое-что скажу. И в это время он, ему тяжело. Он говорит, может завтра. Знакомая, да, ситуация? Эмоциями. И женщина, она считает эмоции, это вообще классная вещь, ничего плохого нет. Она с такой же эмоцией подружки звонит, говорит, я ему сказала, пойдем я тебе кое-что скажу. Ему это не понравилось. И подружка говорит, ну я тебя так понимаю. С такой же эмоцией точно. То есть женщина, когда женщине это говорит, вообще проблем не вызывает. Это нормально, она может прямо очень вот так говорить, как бы другой женщине. И женщина другая говорит, да, 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 супер, вообще отличная эмоция. Правильно. Что-то он у тебя, у него с мозгами не в порядке. Он не понял, как бы у тебя, ты же правильно все говорила. Женщина, женщина отлично. Теперь у мужчины, как это происходит. Мужчина, у него нет эмоций. У него есть демагогия. Ну то есть он, ну я тебе что сказал. Ну то есть у него есть идея какая-то внутри. Он соткан из идеи, мужчина. Женщина из эмоций, из гармонии. Как бы ей нужно, чтобы все правильно было. А у мужчины есть принципы, понимаете. Никуда их из башки делать не может вообще. Принципы. Вот, и он этими принципами, вот, жене. Бе-бе-бе-бе-бе. И женщине очень тяжело становится. Она страдает, начинает от этого. Думает, он меня уже замучил. Даже ничего не соображает. Что он хочет от меня? Так больно, тяжело слушать. И она ему об этом говорит. И он такой, ничего себе, что это такое? Он мужчине своему другу звонит и говорит, я ей вообще, ну вот, говорю все правильно. Она даже не может слушать меня. Плачет от того, что я говорю, что она такая попалась. И он говорит, да-да, я согласен. Что-то у меня не так с головой. Мы даже не понимаем друг друга. Мы не понимаем, что мы по-разному сотканы и просто боль друг к другу заставляем неосознанно совершенно. И при этом обвиняем друг к другу. У нас складывается такое мнение, чувство, что он специально меня мучает. Понимаете? У нас не хватает знаний просто. Даже не это я вам хотел сказать. Я вам хотел сказать то, что я потом сам тоже начал наезжать на жену. Ну, демагогию там все толкать. Что-то свое там. Свои правила жизни, которые я читаю в лекции. Начал ей что-то там толкать. В семейных отношениях нужна только любовь. Люди только с помощью любви могут в близких отношениях что-то друг другу объяснить, дать понять. Только любовь может помочь. Никаких нравоучений, никаких правил, ничего это не помогает. Только принятие человека, прощение, терпение его, терпеть его, принимать недостатки его в молитве. Принимать его как свою судьбу. И тогда он расслабляется. Принимать. Молиться принимать близкого человека. Он скажет, что я одинакович, этого принять невозможно моего. Можно всех принять, я знаю. У меня есть много опыта, личного даже. Просто вы не умеете трудиться сердцем. И все, надо учиться этому. И так я сгневался на свою жену. В этот момент почему-то я решил не доказывать ей свою правоту, как раньше, а я решил понять источник, что же вызвало во мне этот гнев. Я начал молиться очень сильно в сердце и пытаться понять силу, которая побуждает меня чувствовать такую правду по отношению к своей жене. И пытаться ее научить жизни. Вот сила, которая вдохновляет меня, ее мучить. Я пытался ее понять. И очень сильно настроился на то, чтобы увидеть ту силу, которая меня побуждает. И как я не пытался это сделать, я не смог. Не смог. И я сделал потрясающий вывод. Что мы даже можем увидеть через близкого человека, как судьба действует на нас. Но мы никогда не сможем увидеть, как судьба использует нас для того, чтобы мучить других. Понимаете? Большая тайна. Большая тайна. Но если это такая большая тайна, не надо удивляться, что ваш близкий человек, что-то у него с мозгами произошло, и он начал на вас наезжать. Не надо этому удивляться. Понимаете? Это нормальная вещь. Потому что у Бога свои планы, у вас свои планы. Вы создаете семью для того, чтобы наслаждаться друг другом. А Бог создает семью для того, чтобы вас воспитывать. У каждого свои планы, понимаете? Вы думаете, что это у него какие-то другие планы? Ну, потому что у него другая цель нашей жизни. Богу нужна наша жизнь для того, чтобы мы стали лучше, для того, чтобы мы развивались. А нам нужна наша жизнь для того, чтобы наслаждаться. Понимаете? И в этом вся разница. И мы хорошую девушку, красивую, увидели. Ой, девушка моей мечты, королева красоты. Хорошо? Пожалуйста. Если ты достойный этой девушки, хоть немножко получи и распишись. Но Бог, когда дает эту девушку, Он дает как ее? Вот я тебе даю человека от меня. Это мой человек от меня, который тебя будет мучить. На, вот он красивый, все, хороший. Он у тебя... Ты хочешь, чтобы тебя красивый человек мучил? Пожалуйста. Вот. Нет проблем. Почему вы смеетесь? Потому что Богу шутка понравилась. Сердце понравилось. Он согласен, что так и есть, на самом деле. Девушка не хочет красивого. Она хочет, чтобы ответственный человек был рядом. Ответственный, чтобы он понимал, что надо заботиться обо мне, о детях. И чуть-чуть хотя бы нежный, чтобы он уважал меня как женщину. Ценил, такой ответственный. Чуть-чуть нежный. Ну, еще несколько там каких-то небольших моментов. Несущественные такие. Чтоб не пил, не курил. И цветы всегда дарил. Тещу мамой называл. Был спиртному равнодушен в беседе. Был нескушен. Так, чуть-чуть, чуть-чуть, небольшие дополнения. И все. И тогда я согласен. Ну, то есть, чтобы он мне дарил счастье, я хочу. Богу говорит, да-да-да-да-да, вот этот человек, вот все. Все, что ты как бы перечислила, за редким исключением, чего тебе не положено. Например, если хочешь красивый и высокий, тебе не положено красивый и высокий сразу, получи красивый, но низкий. Или, не нравится, получи высокий, но некрасивый. Нет проблем. Ну, что-то, конечно, как бы ты получишь, но не все. Вот возьми этого человека в свою жизнь. Я тебе даю его, чтобы он тебя мучил. Потому что, если тебя не мучить, ты не будешь развиваться, как Личность. Люди не развиваются, когда они не страдают. Они забываются. Душа спит, когда она не страдает. Человеку нужны испытания в жизни для того, чтобы стать лучше. Другого пути нет в этой жизни. Сейчас мы с вами будем говорить, думать об очень серьезных вещах. Я буду сейчас описывать то, что может полностью уничтожить ваши страдания. Пожалуйста, настройтесь серьезно. Для того, чтобы вы поняли, как это действует, вы сейчас послушайте мой голос. Я сейчас буду повторять. Я желаю всем счастья от своего имени. Ваша цель будет почувствовать силу в этом голосе, дающей вам победу над судьбой. Вам надо сейчас почувствовать в моем голосе вот эту силу, чтобы вы как-то спобеждаете свою судьбу. А потом я включу хор монахов. Не моей веры даже, не моей веры, а просто хор возвышенных личностей, которые поют о Боге. И вместе с ним начну повторять, я желаю всем счастья. И вы тогда опять послушайте мой голос и попытайтесь почувствовать, насколько сильно он проникает внутрь, дает победу, дает сердце силу. Хорошо? Такой тренинг. Два варианта всего. Я сейчас искренне от своего имени, мне такая возможность предоставилась, супер. Сейчас от своего имени я буду вам желать счастья. Супер, отлично. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я надеюсь, что я искренне желал счастья. Кто не почувствовал никакой разницы в воздействии? Поднимите руки. Удивительно, что все почувствовали. У вас очень интеллектуальные люди. Обычно в России половина зала поднимает, что не почувствовали. Обычно это новенькие люди, которые первый раз пришли. У вас, может быть, вы постеснялись поднять руки. Но кто-то не почувствовал, наверное, разницу. Я так понимаю. А кто почувствовал, поднимите руки. А кто сильную разницу почувствовал. Спасибо вам. Я сейчас вам продемонстрирую уникальную вещь, которая вас сильно удивит. Некоторые думают, что я просто вот такой человек, что я могу вот так сильно действовать на людей через голос возвышенных людей. Это моя особенность характера. Не имейте руку, кто из вас пришел на лекцию первый раз. А теперь из вас, кто готов выйти сюда и пожелать всем счастья. Сначала от себя, а потом вместе с кем-то. Кто из вас готов? Вот мужчина. Я люблю мужчин, они непредвзятые. В черном и в очках. Вы, да, выходите сюда. Здорово, вы первый раз пришли. Лина, это подставной человек, нет? Смотри-ка. Нет? Нет? Вы его знаете? Нет. Хорошо. Спасибо вам. Как вас зовут? Юстас. Юстас. Вы знаете, Юстас, вот у вас есть возможность сейчас вот от всего сердца пожелать людям счастья. Вот просто, ну, как бы вот так повторять, я желаю всем счастья. Можно на любом языке, на каком хотите. Вот. Вот взятие всем. Вы готовы? Просто несколько раз, ну, просто от всего сердца, от себя пожелать всем счастья. Супер, отлично. Спасибо. Нет, подождите, я еще вас не отпускаю. Сейчас вы сделаете одну вещь. Вы никогда так не делали, может быть, но вы сейчас это сделаете ради эксперимента. Вы сейчас опять то же самое будете повторять. На вашем родном языке я желаю всем счастья, но уже от этих людей, которые поют. То есть вы в их настроении сейчас начнете, я повторяю, я желаю всем счастья, в их настроении просто. Не в своем, а в их настроении. И все остальные послушают воздействие, почувствуют разницу. В этом наш эксперимент сейчас заключается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот Вот Я и не с первого раза зашел туда Заходил-выходил-выходил Потом привык искупался А потом Ребята, которые меня туда привезли Они мне говорят Хотите удивиться? Я говорю хочу они мне дают такую бутылку пустую И там написано Байкал кстати которая говорит наливалась Я говорю откуда Я говорю я беру и наливаю, да и пью чище воды, я не встречал в своей жизни. Она просто абсолютно чистая. И вот это озеро чистой воды наполняется сотнями рек, но только одна река вытекает из этого озера. Только одна. Поймите одну простую вещь. Если вы хотите, чтобы у вас было озеро чистой воды в вашем сердце, наполняйтесь и своей верой, и с чужой верой. Молитесь все вместе. Старайтесь, чтобы получить со всех сторон помощь в своей молитве, в своем работе над собой. Не замыкайтесь с ней на себе. Но из вашего сердца будет вытекать река только туда, куда нужно. Вот в вашей судьбе положено сейчас, чтобы сыну помочь. Он страдает. Вы печалитесь о нем. Почему печалитесь? Потому что не хватает воды в сердце. Потому что о сыне надо не печалиться. Не печалиться о нем надо. Не нервничать за него, не мучиться за него, не страдать за него надо. Надо чувствовать победу в его жизни. Надо его благословлять. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап, известный голос Маруси, капают слезы на копье. Это не те слезы, это слезы победы. Почему он такой радостный так поет? Она ему дала силы, Маруся. Второй вариант. Уже не такая победоносная песня. Послушайте ее тоже. Как в солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. Красные армии штыки. Чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Другая песня, правда? Меня вознят, сын, мамы забирают уже. Не хочу. Лидия, что делать? Благословить. Я не хочу. Благословить. У меня нет сил. Молиться. Я не знаю, как молиться. Учись. Ты не погибнешь. С тобой ничего плохого не случится. И чтобы это было правдой, я буду каждый день молиться и раз в неделю поститься за тебя. Это называется благословение. При этом у матери в сердце твердая сила. Она не плачет. Она может потом поплакать, но в это время она сильно себя ведет. Что это значит? Это значит, что она живет правильной жизнью. Ребенок заболел. У меня ребенок заболел. Не у меня ребенок заболел. У меня ребенок заболел. Надо побеждать судьбу. Надо помолиться, чтобы у ребенка все хорошо было. Сначала спокойствие в сердце. У меня у ребенка все будет хорошо. А потом дальше знания, где лечить. Только в спокойное сердце приходит знание. Только из полного Байкала вытекает ангара. Из полного Байкала. Если Байкал меньше полный, ангара не потечет. Потому что сначала нужно наполнить Байкал. Мы не можем никому помочь, если мы не наполнены. Понимаете? Ну, не сможем мы никому помочь, если мы не наполнены. А наполняется человек только с помощью старших. И цена для того, чтобы наполниться с помощью старших. Это любовь к святому человеку. Любовь к нему надо культивировать. Надо чувствовать. Чувствовать в нем святость. Чувствовать, учиться. Это самое главное знание, которое существует в этом мире. Самое главное о том, что есть возвышенные люди. Мы не понимаем, что у них за путь. Мы не понимаем, что за миссия у них в этой жизни. Но мы чувствуем, что мы хотим быть рядом. Мы хотим служить. Мы хотим быть вместе, потому что это мое сердце направляет в правильное русло. Это делает мое сердце правильным, счастливым.